Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня в нашем обзоре мы попробуем найти недостатки практически неубиваемого японского автомобиля. Интересно, многое ли нам предстоит найти? Итак, встречаем – «Хонда Accord» восьмого поколения. У «Хонда» очень компактный модельный ряд, а у каждой модели своя целевая аудитория. Люди, которые выбирают «Цивик», «ЦРВ», «Пайлот» и «Аккорд» очень разные и часто не пересаживаются с одной модели на другую, меняют только поколения моделей. Но что объединяет «Хонды» – это их надежность и консервативность. У нас на канале уже есть разборки двигателей и автоматов «Хонда», обзоры «ЦРВ» и «Цивик». Теперь настала очередь «Аккорда». Это «Хонда Accord» восьмого поколения. Такая машина выпускалась с 2007 по 2013 год. Чаще их можно увидеть в «Седане», но в «Универсалах» они тоже есть с дизельным двигателем. Их привозили из Европы. Но давайте перейдем к сути нашего обзора. Сейчас мы расскажем, что случается с этими машинами и за какими агрегатами нужно присматривать, чтобы не было дорого и больно. Кстати, на данный момент вот эта красавица продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Городия часто преследует японские автомобили, но «Хонда» Аккорд восьмого поколения неплохо ей противостоит. Но лакокрасочное покрытие тоненькое, легко царапается и пробивается камнями. Поэтому капот в кратерах «Хонда Accord» восьмого поколения – это норма, если машина постоянно эксплуатируется в трассовом режиме. Сколы медленно рыжают, но краска вокруг них не вспучивается. Но коррозию можно наблюдать за подкрылками колесных арок. Позади брызговиков туда во время зимы набивается сырой песок с реагентами, которыми обрабатывают дорогу. Очень интенсивно ржавеют пороги у этих машин, особенно если на порогах установлены накладки. Часто под пластиком пороги уже трухлявые. Иногда до металла протирается краска внизу в дверном проеме задних дверей. Неторопливо коррозия развивается на кромках колесных арок и на металле вдоль стыков с бамперами. На передних стойках установлены молдинги, которые приходится снимать для замены лобового стекла и для снятия крыльев. Почти всегда крепления молдингов ломаются, отрываются поперечинки под металлические клипсы. В итоге молдинги держатся плохо и часто просто улетают при движении на высокой скорости. Так вот, крепят их по-разному. Кто-то покупает новые за 250 долларов, но зато они сразу окрашены. Кто-то восстанавливает отломанные поперечинки, ну а кто-то крепит молдинг на стекольный клей, пока он еще не отвалился. Еще неаккуратное срезание лобового стекла, то есть когда струна царапает краску передних стоек, то есть вот после такой ситуации это заканчивается через пару лет серьезной коррозией. На дорестайлинговых Honda Accord иногда отрывается одна из трех поперечин, то есть самая верхняя фальш-радиаторной решетки. Так вот, одна такая оригинальная поперечина стоит 120 долларов, а неоригинальная вся фальш-радиаторная решетка стоит в два раза дешевле. Передний бампер имеет свойство провисать, и об этом говорит увеличенный зазор между фарой и бампером, то есть с одной и со второй стороны. Это происходит из-за частых контактов с сугробами, либо же после нескольких снятий. Замена кронштейнов бампера тут едва ли помогает. Более эффективна установка самодельных проставок. В качестве проставок используют буферы-отбойники для амортизаторов. Их вставляют вертикально между усилителем бампера и кронштейнами бампера, которые располагаются под фарами. Кстати, чаще всего бампер на этих машинах снимают для замены противотуманок. Они очень легко разбиваются камешками, поэтому советуем защитить ваши противотуманки бронепленкой. У аккордов с люком можно наблюдать такую картину. При поднимается уплотнитель резинка вокруг стекла. Она оттопыривается из-за того, что металл под ней серьезно корродирует. Коррозия появляется именно на рамке, в которой находится стекло люка. Саму стеклянную панель можно снять, затем снять резиновый уплотнитель, зачистить ржавчину, остановить ее соответствующими составами, а затем можно рамку покрасить и места окраса будут скрыты резинкой. В общем, красить крышу не надо. На некоторых аккордах, если внимательно присмотреться, то можно увидеть вмятины на панели крыши возле люка. Так вот, панель крыши и сам кузов имеют неважную жесткость, и поэтому иногда панель крыши играет, но только если люк открыт. То есть, если вы колесом влетели в выбоину либо просто накатили колесом на высокий бордюр при парковке, а люк открыт, то крыша может сыграть и оставить пару вмятин возле люка. На многих аккордах после дождя или после мойки намокали обивки передних стоя крыши. Вода попадалась сюда с крыши через треснувший шовный герметик. Эти трещины можно обнаружить, сняв с крыши молдинги и уплотнитель вдоль верхнего края лобового стекла. Трещины в герметике нужно просто дополнительно замазать. Еще иногда потеют задние фонари или собирается даже вода в них. Проблема лечится просушкой и проклейкой стыка между плафоном и корпусом. Ну и вкратце про багажник. Он здесь реально здоровый. Если вы истинный поклонник Honda, то дизайн и эргономика интерьера вам, скорее всего, нравятся. Но если вы не про Honda, то дубовый пластик вряд придется по душе. Добро пожаловать в салон! Срок службы материалов интерьера средний. После 200 тысяч километров у многих машин приходится обновлять оплетку рулевого колеса. Можно подумать об обновлении кожи на водительском сидении. Также часто поношенными выглядят рычаг или селектор трансмиссии на балдашник и чехол селектора. Изнашивается и трескается обивка на подлокотниках дверей. Также облезает хром с эмблемой, установленной на рулевом колесе. Ее можно купить в Китае и заменить. Со временем перегорает подсветка кнопок на пульте климат-контроля и на блоке кнопок слева от руля. Эти пульты несложно разбираются, а на замену подойдут самые обыкновенные и недорогие светодиоды на длинных ножках. Иногда в холодную погоду возникает проблема с климат-контролем. То есть, с одной стороны воздух дует нормальной температуры, а с другой стороны холодный воздух. Эта проблема решается только заменой радиатора печки. Ну, по крайней мере, мы так думаем. А если вы думаете по-другому и знаете пути решения данной проблемы, то обязательно напишите в комментариях. Большинство Honda Accord 8-го поколения выпускались именно с этим двигателем. 2.4 MPI на 201 лошадиную силу. Этот двигатель был заимствован у Honda Accord 7-го поколения, то есть у предшественника. Так вот, с этим двигателем именно по эксплуатационным моментам проблем больше всего. А именно, он может реально жрать масло 1 литр на тысячу километров, но на самом деле моторы потребляют раза в три меньше. Но все равно надо раз в месяц, хотя бы пару раз следить за уровнем масла. И, кстати, датчик уровня масла в этом двигателе есть, но не стоит на него полагаться, потому что он, скорее всего, уже не работает. Очень редко встречаются моторы К24, которые не потребляют масла. И не потребляли его в принципе. Скорее всего, причина, из-за чего эти двигатели потребляют масло, это закоксовавшиеся маслосъемные кольца. Так вот, те моторы К24, которые не потребляют масла, скорее всего, масло в них менялось с интервалом 5-7,5 тысяч километров. Этому двигателю надо масло вязкостью 5W30, спецификации GL5, и менять его надо каждые 7,5 тысяч километров. Это максимум. Другой косяк этого мотора – это выкрашивание кулачков выпускного распредвала. Это дорогущая проблема, которая коснулась и касается буквально каждого К24. У выпускного распредвала всего 4 кулачка, то есть по одному кулачку на каждый цилиндр и по два выпускных клапана. Считается, что нагрузка на кулачки слишком велика, поэтому они и выкрашиваются. Проверка и регулировка тепловых зазоров каждый 40 тысяч километров вроде бы помогает надолго отсрочить появление износа распредвала. Вообще, распредвалы к моторам К24 пользуются стабильным спросом. А при покупке Хонды с таким мотором очень рекомендуется снять клапанную крышку, чтобы осмотреть распредвал. Новый оригинальный выпускной распредвал стоит дорого – 800 долларов. Есть пару заменителей по 150 долларов, бэушный распредвал в хорошем состоянии – в районе 300 долларов. Нужны новые и бэушные запчасти, обязательно обращайтесь в «АвтоСтронг». Фазовращатель у мотора К24Z3 один, и он нередко шумит после запуска двигателя. Вообще, фазовращатели меняли по отзывной кампании, а срок службы примерно 200 тысяч километров. Новый оригинальный фазовращатель стоит 220 долларов. Вообще, срок службы фазовращателя до тарактения очень сильно зависит от интервалов замены масла. И еще было замечено, что использование определенного масляного фильтра помогает в устранении шуршания фазовращателя после холодного запуска. Еще у 2,4-литрового двигателя периодически шумит клапан системы вентиляции картерных газов. Причем шумит так, что этот шум можно перепутать с шумом роликов ремня навесного оборудования. Состояние этого клапана зависит масляный аппетит мотора. Клапан VKG находится позади кронштейна генератора. Его выдает шланг, который проходит над генератором. Новый клапан VKG оригинальный стоит 35 долларов. Для того, чтобы его поменять, надо будет еще заменить хомут и шайбу. А вообще, сюда отлично подходит клапан VKG от аккорда седьмого поколения. Служит он лучше и даже помогает снизить расход топлива. Вот такой лайфхак. В общем, самый распространенный двигатель K24 требует внимания. Масложор можно уменьшить с помощью раскоксовки, а вылечить с помощью замены поршневых колец. Ну а распредвалы – это явление такое, которое может постигнуть этот двигатель при пробеге, вернее раз за 200 тысяч километров. Цепь ГРМ у этого двигателя реально выносливая и служит примерно 300 тысяч километров. Редко вот такой аккорд встречается с агрегатами объемом 2 литра. Это двигатель R-серии. Так вот, он надежный и бесхлопотный. Единственное, что может убить его, так это разрушенный катализатор. Кстати, аккорды с этими двухлитровыми двигателями не особо-то и популярны, потому что динамики в этих версиях немного, да и комплектации бедные. В общем, у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя R18, младшей версии двигателя R20. Кому интересно, обязательно посмотрите. А если кто еще не подписан, подпишитесь и лайк поставьте. Ну а максимальная редкая версия аккорда – это аккорд с дизельным двигателем. Это фирменный японский агрегат, очень надежный, резвый, хороший, резвее даже, чем бензиновый двигатель. Так вот, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Кому интересно, тоже посмотрите. Этот мотор дизельный агрегатировался с пятиступенчатым автоматом. У него Common Rail от компании Bosch и цепной привод ГРМ. Honda Accord 8-го поколения оснащалась шестиступенчатой механикой, безотказной и надежной, и пятиступенчатым автоматом. Так вот, если вы не в курсе про автоматы Honda, что они из себя представляют, а представляют они из себя гибрид ручной трансмиссии и гидромеханической. Милости просим к нам на канал, у нас подробный обзор есть этой трансмиссии. Там мы рассказали абсолютно все о ее устройстве. В восьмом поколении Accord донашивал старую пятиступенчатую АКПП. Она медленная и задумчивая, но зато надежная и долговечная. Эта трансмиссия не имеет проблем ни с фрикционами, ни с гидроблоком, ни с гидротрансформатором. Так вот, менять частично АТФ в ней надо каждые 40 тысяч километров. Сливается 3,5 литра, новый АТФ заливается через отверстие для щупа. У этой трансмиссии есть внутренний фильтр, который становится доступным после разбора. Есть внешний фильтр, который, кстати, по регламенту менять не обязательно. Стоит такой фильтр 30 долларов. АТФ в эту трансмиссию надо типа Z1, либо же более свежую DV1. Кстати, вот с последней, с более свежей, эта трансмиссия может работать с пинками. Полную замену АТФ тоже можно производить. Для этого понадобится около 10 литров АТФ. Не стоит использовать стенд для этого. Можно просто разъединить магистраль у внешнего фильтра, сливать старую жидкость, идущую от радиатора, и засасывать новую через шланг в направлении трансмиссии. Напоминаем, что вот эта машинка в данный момент продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Еще напомним, что в «АвтоСтронге», помимо отличных БУ запчастей, есть еще абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Нужны любые запчасти обязательно в «АвтоСтронг». А еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки по отличным ценам и с минимальными пробегами в прекраснейшем состоянии. Нужен мотоцикл обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки тоже в описании. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Раз в 200 тысяч километров примерно понадобится замена правой опоры двигателя. На ее износ указывают появившиеся вибрации на низких скоростях до 40 км в час. Новая такая оригинальная опора стоит 170 долларов. В заменителе от 20 до 70 за новыми запчастями в «АвтоСтронг». Шрусы на аккордах слабоваты, и буквально на каждом автомобиле их приходилось менять. Проблема в том, что на внутренней поверхности гранат-шрусов появляется выработка в виде раковин, то есть выкрашенного металла. В итоге появляется вибрация. Чаще всего раковины появляются у правого шруса, и об этом говорят вибрации на скорости от 80 до 120 км в час. Оригинальный новый шрус стоит 440 долларов, но есть заменители, которые по 70. Об износе левого шруса говорит вибрация на меньшей скорости от 40 до 60 км в час. Новый шрус – 800 долларов. Заменители тоже до 70. А подвесной подшипник промежуточного вала частенько переживает шрусы, а стоит примерно 30 долларов, потому что продается отдельно от всей своей обоймы. Рулевая рейка у всех «Аккорд-8» электрическая. Причем электромотор находится непосредственно на рейке, а не сверху на ее корпусе, либо же на рулевом вале. Рулевая рейка известна появлением стуков из-за износа правой направляющей втулки. Так вот, на сегодняшний день многие специализированные мастерские предлагают замену этой втулки без снятия рулевой рейки с автомобиля. Главное, чтобы в корпусе рейки не было выработки, иначе ремонтная втулка проблему не решит. Понадобится вытачивание втулки с увеличенным посадочным диаметром для компенсации износа. Также рейка может побрякивать из-за износа прижимного сухаря, который находится с правой стороны. Так вот, для его замены придется снимать рулевую рейку. Блок управления рулевой рейкой находится в панели приборов с пассажирской стороны. Так вот, особенно на рестайлинговых аккордах он выходит из строя. Новый такой стоит несколько тысяч долларов. Естественно, предложение с разборки куда лучше и приятнее. Обязательно позвоните в «Автостронг», если столкнулись с такой проблемой. И после установки блока надо откалибровать нулевое положение рейки. Подвески спереди, справа и сзади, слева есть датчики положения кузова. Так вот, обламываются тяги у этих датчиков. А также датчики тоже сами выходят из строя из-за влаги. Новые датчики дорогие, но у них есть куча заменителей. Так вот, если датчики барахлят, то корректор фар опускает пучки света фар в самое нижнее положение. Но на нашей машине этих датчиков не оказалось по каким-то причинам. У Honda Accord восьмого поколения передняя подвеска двухрычажная, а вот у Honda Accord уже девятого поколения здесь появились стойки Максерсона. Так вот, подвеску нельзя назвать ломучей. Стойки стабилизатора ходят 80 тысяч километров, а стоят до 25 долларов. А втулки стабилизатора переднего меняются отдельно и ходят 150 тысяч километров. Стоят по десятке. Что касается сайлентблоков, то меньше всего служат задние сайлентблоки нижних рычагов. Они меняются отдельно, продаются отдельно. Оригинал стоит 20 долларов. Передние сайлентблоки тоже недорогие, тоже меняются и продаются отдельно. Тоже стоит недорого. Шаровая опора поворотного кулака стоит максимум 45 долларов и меняется отдельно. А вот шарва верхнего рычага отдельно не меняется и продается вместе с рычагом. Верхний рычаг оригинальный стоит 220 долларов, выхаживает 200 тысяч километров. Передние амортизаторы частенько приходится менять с их верхними опорными чашками, потому что там разбивается центральное отверстие. Одна опорная чашка стоит 60 долларов. В задней подвеске по четыре рычага на каждое колесо. Верхний рычаг U-образный, почти как в передней подвеске. Такой рычаг продается только в сборе, а его цена максимум 230 долларов. Хотя в продаже можно найти немало неоригинальных шаровых опор. По 10-20 долларов они тут слабоваты и обычно первыми требуют внимания. Каждый из рычагов тяг задней подвески стоит до 80 долларов, а заменители по тридцатнику. Еще в задней подвеске слабоватые пружины. Они проседают и обламываются. Советуем ставить пружины от универсала. Заменители 50-70 долларов – оригинал за 170 долларов. Ну что, у Honda Accord много поклонников, которые ценят этот автомобиль за управляемость и динамику. Хотя 2,4-литровый двигатель звезд с неба не хватает. Поджирает масло, а иногда и выпускной распредвал. Но в целом фанаты, владельцы Honda Accord уважают и любят эти автомобили и не сомневаются в их надежности. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».